Без сертификата о вакцинации, шоппинг без границ теперь возможен только в виртуальном мире. Пройти в торговые центры Самары площадью более 2000 квадратных метров можно лишь по QR-коду или справке о перенесенном заболевании. Исполнение постановления губернатора проверяют регулярно в ходе рейдов с участием работников районных администраций. QR-код, который проверяется через программу, что он достоверный, предоставляется удостоверение личности, подтвердающее, что этот гражданин является тем самым лицом. Есть понимание со стороны населения, есть, конечно, и негатив. Я думаю, для всех нас это очень неприятный момент. Но мы должны иметь гражданскую ответственность в плане борьбы с коронавирусной инфекцией. Нам нужно какое-то время, чтобы с ним побороться, чтобы затем у нас были какие-то послабления и дальше мы спокойно работали. Работать офлайн сегодня могут только те магазины, в ассортименте которых не менее 30% товаров первой необходимости. Нарушение региональных мер грозит бизнесу штрафом до 300 тысяч рублей. В Самаре даже заработала горячая линия для жалоб. Ее номер вы видите на экране. Только за минувшую неделю в ходе рейдов выявлено 8 фактов нарушений. У нас, так скажем, менее сознательные получились это салоны красоты, ногтевые студии, которые не имеют права работать даже по записи. Такие случаи были. Мы выезжали в течение двух часов, объясняли и эти парикмахерские закрывались. Понимаете, здесь речь идет о жизни и здоровье нашего населения. Поэтому нам крайне необходимо, чтобы вот эти ограничительные меры сейчас соблюдались. Особые условия и для предприятий общепита. Работать можно, но оставлять гостей пообедать в зале пока нет. Мы ограничили посадочные места. На данный момент мы не можем гостей разместить на посадку. Мы оградили всю ленту. И сейчас гости входят в один вход, выходят через другой вход, чтобы не было соприкосновения потоков. Но из масштабного мы еще предприняли это целой компанией, сделали возможность доставки на дом для гостей и также через мобильное приложение, чтобы было более доступно в плане нашего питания. Антиковидные условия работы потреб рынка в регионе действуют в связи с тяжелой эпид-обстановкой. Это вынужденные меры, подчеркивают специалисты, которые будут сняты, как только статистика заболеваемости повернется вспять. Кульфия Сафина, Василий Колдашов. События.